Договоры были заключены. Ребята отмаленечко там пожили, а потом отказались, потому что там нет печного отопления, только электрическое. Электрическое очень дорого. Зарплаты маленькие, тем более семья, которая заселилась в одну квартиру, у нее маленький ребеночек, они уехали в Канаж и стали там проживать. Вот летом они жили, а зимой, сами понимаете, вот так. Потом отдали другим, они отказались. Но я так понимаю, что поднимался вопрос, там нарушена технология строительства для сельских, населенных пунктов, тем более в Сибири. То есть нет подвала, нет веранды, нет ничего. Ну просто так сразу заходишь, естественно. А с педагогом что получилось? Ну там тоже электричество. В том доме можно жить. Тем более у них же льготы коммунальные. И мы 100% за электричество оплачиваем. Вот специалисты у нас, учитель физкультуры пришел, он почему-то выбрал центральное отопление. Молодые-то специалисты, им 10%. Если миллион стоит, всего 100 тысяч надо выплатить за 5 лет.